Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу вас ознакомить, что пишут в армянской прессе. После встречи Ильха Малиева и Пашиняна в Брюсселе, где они подписали соглашение об открытии Зангезурского коридора, видите, вот они на фотографии очень тесно общаются, как бы глазу нагло, в 4 часа у них шел контакт. После этих фотографий в Армении стали открыто называть Пашиняна изменником, предателем Родины. Сейчас я вас ознакомлю с этой статьей. Это издательство «Панорама» Армении. «Честь не имею» называется статья. В общем, такой смысл, что Пашинян не имеет чести. И вот пишут, что здесь конкретно про Пашиняна. «Алиев и Пашинян достигли новой договоренности». Пашинян говорит, с Алиевым мы подтвердили, мы все подтвердили. Продолжение уже не важно, потому что с Алиевым и потому что подтвердили. «А война не закончилась», пишет «Панорама Армении». «Враг азербайджанец еще стреляет на границе и ползет внутрь Армении. Что у вас там есть, утверждать и подтверждать. Одно только ясно – измену народу Армении и очередной отказ от Родины Армении». В общем, все. Пашиняна причислили к предателям. После французских круассанов и кофе решили открыть Зангизурь коридор. Решили открыть. После попили кофе, съели круассаны, открыли Зангизурьский коридор. Об этом Пашинян давно мечтал, когда еще был не политическим деятелем, а деятелем только. Писал, мол, что будет, если небольшой отрезок Армении прослужит интересам Турции. А, в общем, Пашинян начал действовать в интересах Турции, пишет армянская пресса. Якобы он сам наводит страну миллионами, наводнит миллионами, которые будут изымать у турок за проезд через территорию Армении. А, его тактика Пашиняна, мол, мы коридор дадим, но будем изымать миллионы у турок, понимаете, какая выгодная сделка. Он же сам говорил, да, что будет изымать миллионы. Пленные все еще у Алиева. Видите на фотографии, вот пленные, которые 62 сдали семерым азербайджанским спецназовцам. Никол сдает и сдает и сдает пленных, подтверждает. Пленные у Алиева. Алиев говорит, э, возвращаю пленных. Армения их арестовывает. Говорит, это серьезный сигнал. Наверное, для него это повод для беспокойности. Понимаете? В общем, смысл такой, что Азербайджан освобождает пленных, а армяне их сажают по-новому в сюрьмы. Кровожадный турок, который для удовольствия устраивает резню пленных и пожилых, сейчас обеспокоен судьбой пленных и может больше не возвращать их. Ну, это так армянская пресса пишет. Вот как решает вопрос пленных николовские власти. Люди сидят в Армении и говорят, куда же дальше? Всякий раз удивляются, как они могли оказаться настолько предательскими. Сделать такое, думая, дальше уже некуда. А потом снова и снова удивляются, до каких пор Пашинян будет предавать интересы Армении. Ну, вообще, вот такая статья. И пишут в конце, что я потеряла и теряю свою Армению. А, это автор этой статьи. А Наит Восканян это писала. А Инната пишет, я честь имею, типа. В общем, Пашинян не имеет. В общем, вот такие статьи сейчас в армянской прессе. Считают Пашиняна предателем, изменником Родины, потому что он четыре часа с глазу на глаз беседовал с Ильхам Малиевым, все подписал, все отдает, все продает, пленных не возвращает. А если пленных возвращает, их опять в тюрьмы сажают армянские. Дают им огромные строка за то, что не предали. В общем, вот такие новости, ребята. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.